Патрисия Руиз отвергла предложение канала и отказалась участвовать в ежегодном гала-концерте «Звезд». Ей поставили условие сбросить 4 килограмма. Всего лишь 4 за одну неделю. Но она великолепна. Как можно было поступить так с популярной ведущей? К твоему сведению, Патрисии уже нашли замену. Теперь гала-концерт будет вести... Лусия Терерос. Дочь нового президента канала Хосе Луиса Терероса. Какое совпадение. Дочь президента. Лусия, как говорится, еще не примелькалась. Неужели? Она была девушкой месяца в августе целых две недели. В августе? Стояла жара. Жара. А я и забыла. Дорогой, ты уж прости, эскид не бывает. Прости меня. Сантос. Снабжение и планирование. Привет. Здравствуйте. Сегодня мне понадобится отбеливание зубов. И срочно. Да, конечно. Пожалуйста, подождите. Врач вызовет вас. Привет. Привет. Леон. Техника и транспорт. Антонио Реус? Да, это я. До свидания. До свидания. До свидания. Папуля. Извини, много работы. А мне все равно. Я только хотела сказать, что ты самый лучший на свете папочка. Видишь, было нетрудно сделать меня ведущей этого концерта. Послушай, мне некогда, целую, пока. Сегодня в 10 вечера в прямом эфире ежегодный концерт с участием известных звезд. Ведет концерт Лусия Терерос. Итак, смотрите всех звезд на одиннадцатом канале. Синьор Терерос. Да. Пришло более 100 письм. Все требуют возвращения Патрисии Руиз. Вот корзина для бумаг. У нас сервер завис из-за перегрузки электронной почты. Она забита письмами в поддержку Патрисии. А это краткий обзор прессы. Надо довести до всех, что мы отказались от Патрисии, потому что она обходится слишком дорого, порядком прибелькалась и потеряла рейтинг. Скажите то же самое, но в более вежливой форме. Хорошо. Зрители требуют немедленно вернуть Патрисию Руиз. Вы можете объяснить, кто такая Лусия Терерос? Мы хотим видеть Патрисию Руиз. Неужели так трудно понять? Лусия дилетантка, ей не хватает драйва. Верните Патрисию Руиз. Вы совершаете ошибку. Многие телезрители, включая меня, уйдут на другой канал, если Патрисия Руиз не будет вести концерт. Какие новости? Электронная почта вышла из строя, телефоны начинают отключаться. Медина. Предварительное изыскание. Ну так что, продолжаем прессинговать? Сотни людей обрушились на них со своими звонками. Тебе стоит на это взглянуть. Медицинская карта Лусии. Аллергия на питьевую соду. Посмотрим. Откройте рот. Шире. Еще шире. Вот так. Откройте. Закройте. У вас изношенные зубы, сразу видно, что у вас хронический стресс. Скажите это моему шефу. Откройте. Извините. Вас можно на минутку? Закройте. Сейчас вернусь. Хота. Характерные роли. Доктор, прошу вас, помогите. Окажите мне помощь. Сейчас, сейчас. Успокойтесь. Медсестра, запишите его данные. Я не могу ждать, доктор. Клянусь, это выше моих сил. Питьевая сода. Если другие пациенты не возражают... Они не возражают. Боль такая, словно дрелью сверлят мозги. Послушайте, пожалуйста. К вашему сведению я пришла первой. Ну и что? Вы еще скажите, что и вам тоже больно. Вам тоже больно. Да разве ты способна это понять? Пришла сюда со своей собачонкой. Тоже мне. Медсестренка. Что? Играем? И это правильно. Надо снять стресс. Играйте, забавляйтесь. И не забывайте о релаксации. Спасибо. До свидания. Удачного дня. А где пациент с острой болью? Ушел. Сказал, что не может ждать. Ну и ладно. Зовите следующего. Лусия Теререс. Все утро здесь просидела. Лусия, ваша улыбка станет такой белоснежной, что зрители будут ослеплены. Ну уж нет. Я хочу, чтобы они любовались моей красотой с начала и до конца. Будет немного неприятно. Откройте рот. Синьор Теререс. Да. Пришла ваша дочь. А почему вы ее не впустили? Решила вас предупредить, она совсем на себя не похожа. Пусть войдет. Что за шляпка новая? Только что купила. Посмотри, что со мной стало, папочка. Господи. Я тебе обещаю, завтра буду в полном порядке. Папуля, все будет хорошо завтра. Перенеси концерт. Какая разница, сегодня или завтра? Да, папочка. Прошел год, и я снова рада открыть этот великолепный гала-концерт. Этот год особенный для меня. В этом году, как никогда, я ощутила симпатии зрителей. Спасибо. Благодарю всех, кто сделал все возможное, чтобы этим вечером я была с вами. АВАНТЮРИСТЫ В главных ролях Федерико Делия Сантос Бруно Ластра Медина Сэсер Виа Леон Антонио Горидо Хота Композитор Композитор Федерико Хуссио Операторы Мига Моэдо и Хакобо Мартинес Реалити-шоу Привет Как тебя угораздило заплатить 400 евро за видеосъемку? Я уже сказала маме, что все верну. Меня снова взяли в булочное. 400 евро, Мерседес. Это огромная сумма. Знаешь, сколько тебе придется работать, чтобы ее собрать? Без видеоролика со мной даже разговаривать не будут. Без чего? Без видеоролика, папа. Он нужен, чтобы продюсеры приглашали меня на телевидение. Минуточку. Ты должен оплатить, чтобы попасть на телевидение. Клара и Ванесса тоже так поступили. Я хочу стать актрисой, папа. Послушай, дочка, это хорошо, что Клара и Ванесса снялись на видео и хотят стать известными. Но положи руку на сердце. Разве из вас получатся кинозвезды? Давай разберемся, Мерседес. То, что у вас есть амбиции, это неплохо. Другое дело, что вас обманули. Кто этот тип, которому вы заплатили по 400 евро каждая? Авторы сценария – Хосе Луис Мартин и Хакоба Бергаречи. Да. Я отец Мерседес Альварес. Кого? Мерседес Альварес. Она вчера с двумя подругами к вам приходила. Да, я вспомнил. Проходите. Режиссер Норберто Лопес. Привет. Прошу. Моя дочь славная девочка, но она не актриса и не модель. Нормальный подросток, как ее подружки. Им надо учиться. Я с вами полностью согласен. Я рад. Как бы вам об этом сказать? Если бы я узнал, что кто-то пользуется мечтами девочек, чтобы выманить у каждой из них по 400 евро, мне было бы нелегко себя сдержать. Как вас зовут? Франсиско. Франсиско Альварес. Пако. 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 Так вот, Пако. Никто вашу дочь не использовал. Мы берем 400 евро за видеоролик, который потом рассылаем. Дочь сказала, что этот дурацкий видеоролик длится меньше пяти минут. Как это может стоить 400 евро? Я все объяснил вашей дочери. Вы должны подписать контракт на представительские услуги. Я ничего подписывать не собираюсь. Я хочу получить свои 400 евро назад. Работа была сделана, это не обсуждается, мы деньги не возвращаем. Давайте разойдемся по-хорошему. Я не хочу с вами ругаться. Верните мои 400 евро. Я хочу получить их. Прямо сейчас. Хорошо. Как скажешь, Паккито. Постарайся уловить мою мысль. Ты приходишь в мой офис, чтобы попросить денег для кого? Для своей дочери? Да ты прямо сейчас закроешь дверь с другой стороны, и никогда больше ни ты, ни твоя дочь, ни ее подружки здесь не появятся. Ты все понял? А если не понял... Вон! Пошел вон! Здание начали реставрировать в 1980 году, а в конце 1988 реконструкция была закончена. Прошу вас следовать за мной. Поверьте, у меня нет времени, я опаздываю на судебное заседание. Это очень важное дело. Речь идет о моей дочери. Я же вам сказал, что не могу за него взяться. Найдите другого адвоката. Я больше никого не знаю. Я позвонил вам, потому что ваше объявление было самым большим на желтых страницах. Мне нужна помощь. Если бы речь шла о значительной сумме, я бы вам посоветовал обратиться в суд. Но это всего лишь 400 евро. Процесс вам обойдется дороже. Получается, этот тип обманул школьниц, наставил на меня пистолет, а я должен помахать ему след рукой. Я только хочу сказать, что вам нет смысла обращаться в суд. Прощайте. А я, значит, должен чувствовать себя оплеванным. В конечном счете, он прав. Извините, я случайно услышал ваш разговор. И смог бы вам помочь. Что вы сказали? Не волнуйтесь. Если вы расскажете мне, в чем дело, я смогу вам помочь. То есть, задета ваша гордость? Среди всего прочего. Чего именно? У меня была нелегкая жизнь. Пошел работать, когда мне было столько же лет, сколько сейчас моей дочери. Учиться не стал, мне хотелось зарабатывать и жить на полную катушку. Как же я потом об этом жалел? Это понятно, и вы не хотите, чтобы она повторила вашу судьбу. На меня деньги с неба не падают, понимаете? Я с большим трудом задержу свою семью. И меня бесит, что Мерседес верит, будто этот видеоролик в два счета сделает из нее телезвезду, и деньги польются рекой. И в этом виноват Маркис. Моя дочка еще школьница, и думает, как школьница. А Маркис этим воспользовался и выманил 400 евро. Кто-то должен его осадить. Мы в силах решить эту проблему, но мстить ему мы не будем. Этот сеньор зарабатывает деньги, обманывая таких доверчивых людей, как моя дочь. Но ему нельзя и слово сказать, потому что он тут же наставляет на тебя пистолет. Вам это кажется ерундовой проблемой? Не переживайте, мы вам поможем. Спасибо. Мы сделаем это сами. Может, подождем Сантоса? Дело срочное, и потом мы справимся без него. Да? И кто так решил? Сам Сантос? Еще вопросы будут? Да. Кто оплатит расходы? Клиент не сможет. Он подручный каменщик и два конца с концами сводит. Вот видишь. Зато мошенник в деньгах не нуждается. Вот он пусть и заплатит. Правильно. У него так хорошо идут дела. Хавьер Маркес. 38 лет. Сын полицейского в 13 стал сиротой. Одну минуточку. Я кассету сменю. Маркес берет 300 евро за видеоролик и еще 100 на представительские расходы. Продолжим. Вот уже год он снимает офис в Титуане. В прошлом году офис у него был в Лава Пьесе, а в позапрошлом в Вилья Верде. Выжив из людей все соки, он переезжает в другой район, всегда работает с простыми людьми, которые не станут жаловаться. Я беру телефон, и все уже стоят на ушах. Когда ты столько лет в этом бизнесе, тебя уважают. Извините. Да. Надо же, Борис. Нет, поужинать с тобой не смогу. Как тебе девочка, которую я прислал? Я рад. Нужна еще? Шатенко? Худенькая. Необычная. Очень необычная. 400 евро сноса в месяц принимает около 40 человек. 16 тысяч евро. На 12 месяцев в году. 192 тысячи. Занимается этим уже 5 лет. 960 тысяч евро. Да вы у нас в Андеркинде. Закажите по видеоролику этому парню, и пусть он вас в телеконкурс протолкнет. А расходы у Маркеса минимальные. Доходы он не декларирует. Чистая прибыль. Он заработал почти лимон. Мошенническим путем. Я же вам говорил, наш случай. У Маркеса нет семьи, нет помощников. У него мало друзей, случайные связи с женщинами. Снимает шикарную квартиру. Каждый год меняет машину. Слабые места? Шесть дней в неделю ходит в спортклуб. Как одержимый выполняет свой комплекс упражнений. Крайне тщеславен. Постоянно смотрится в зеркало, контролирует вес. То и дело измеряет диаметр своих бицепсов. В 16 получил синий пояс карате. Но потом перешел на более опасные боевые искусства, такие как тайбоксинг и вале-тодо. Вале-тодо? Что это такое? Вале-тодо. Крайне агрессивный вид бразильской борьбы, ставший модным в 80-е. Маркес перестал участвовать в соревнованиях, получив двойной перелом челюсти. После чего подался в кино. Снимался в эротических фильмах и в боевиках серии «Б». Но успеха не добился. Чтобы этим зарабатывать на жизнь, надо не брезговать ничем. Не случайно для своих махинаций он выбрал шоу-бизнес. Ему знакомо стремление стать знаменитым. Это список фильмов, которые он брал в прокат за последние два месяца. Он фанат боевиков. Больше всего ему нравятся герои-одиночки, способные выжить в любых ситуациях и без колебания, применяющие силу. Чем больше стрельбы, тем лучше. А в остальном ведет обычную шагу. Каждый четверг обедает в одном и том же месте. Резервирует один и тот же столик, рядом с окном. Хорошо. Нам нужен список всех клиентов Маркеса. Всех? Ну так что, ты решил участвовать в конкурсе? У меня башню пока не снесло. Представь год в полном одиночестве. Целый год. Ради миллиона евро на что только не пойдешь. А я тебе говорю, на третий месяц пребывания в Сельве ты ко всем чертям пошлешь этот миллион. Или рехнешься. Этот конкурс полное безумие. Ладно, пошла дальше качаться. Представь год в полном одиночестве. Целый год. Ради миллиона евро на что только не пойдешь. Ты герой? А выжить ты сможешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты сможешь выжить! Экстремальная схватка Привет! Я предупреждал с вас 400 евро Извините Возьмите Как только что-нибудь появится, мы вам позвоним Приблизительно когда? Сеньора, наберитесь терпения В мире шоу-бизнеса не все способны сразу распознать талант Не забудьте указать, что я замечательно пою и танцую в бальные танцы Не волнуйтесь, я вас никогда не забуду Вы просто прелесть До свидания Пока Включаемся по счету Три, два, один Сегодня с нами сама Патрисия Руиз Она расскажет нам о новом реалити-шоу, которое будет вести Здравствуй, Патрисия Как называется эта программа? Здравствуйте Программа называется «Экстремальная схватка» Никогда еще за всю историю телевидных подобных шоу не выходило Вот увидите, оно потрясет, взорвет аудиторию В данный момент проходит отбор участников, и это само по себе уже схватка Довольно непросто найти людей, отвечающих всем необходимым требованиям Не сомневаюсь А еще одна птичка мне начерикала, что вы ищете людей типа Мигели де ла Квадро Скорее типа Рэмбо Это должны быть люди, обладающие способностью выживания в самых экстремальных условиях Инстинктом охотника, но самое главное Неординарной физической и интеллектуальной силой Все в порядке Медина жива, мы ждем тебя в ресторане Экстремальная схватка, очень скоро Экстремальная схватка, очень скоро Ты один из пяти Один из пяти Экстремальная схватка, очень скоро Внимание, экстремальная схватка Он пришел Как дела, Хавьер? Рад тебя видеть Пати, это будет полный улет Поверь нам, продюсерам Мы запускаем самые радикальные реалити Его участники совершенно не похожи на придурков из других программ Да что там говорить Нам нужны по-настоящему брутальные парни Крутые, хладнокровные Чтобы телезрители с самых первых минут акнули Ну ты понимаешь Откуда деньги? От спонсоров Производители, одежды, обуви для экстремальных путешествий У нас отбоя нет Но пока лишь четыре участника, пятого не хватает Мы ищем крайне агрессивного парня Своего рода командос Такого найти нелегко Да Извини, я видел тебя по телевизору Я по Твисии Руиз, здравствуйте А что ты пьешь? Вы на своем телевидении не разбираетесь в приличных винах Я тебя угощаю Как можно пойти уксусом такую шикарную девушку? Руки уберите Какие мы колючие Ты и с ними ортачишься Будьте любезны, вернитесь за свой столик А ты красивая, очень даже Похоже, у тебя со слухом проблемы Отцепись Говоришь, отцепиться? Сейчас отцеплюсь А теперь ты меня слышишь или нет? Тебе сказали уйти Пошел вон Приношу свои извинения У вас все в порядке? Я с детства занимаюсь боевыми искусствами Тэквондо, кикбоксинг Даже немного Вали Тодда занимался Ты во всем так хорошо разбираешься, как тебе наша программа Ты видел наш рекламный ролик? Видел? Если честно, впечатляет Но между нами верится с трудом Это же не настоящая схватка за выживание Выживание без дураков? Участник будет совершенно один Даже камеры будут снимать его с помощью дистанционного управления То есть, если с ним что-нибудь произойдет То ответственность будет лежать на нем Ну, а ты что, не хочешь попробовать? Мне уже 38 Силы не те Глупости Я уверена, ты победишь Если бы Может быть Я предлагаю тост За экстремальную схватку Прощайте Хавьер Был рад познакомиться Очень приятно Ну, что вы, это мне приятно Еще раз спасибо, что избавил меня от этого противного типа Не за что На моем месте так поступил бы любой Да, но только мои продюсеры прилипли к стульям Не всем же быть такими бесстрашными, как он Согласна Оставь ему свою визитку Да, да, сейчас Позвони, мы дадим тебе приглашение на вечеринку по поводу премьеры Хорошо Если что-то понадобится, звони Любая помощь Максима Горина Любая помощь Я так и сделаю Большое спасибо И было очень приятно Прощайте Была рада До встречи Мир Ты готов? Готов Ты рожден для того, чтобы выжить? Способен подавлять страх, боль и голод? Готов отправиться в экстремальное путешествие? Будет нелегко Минимум комфорта Максимум риска Целый год выживания в дикой местности без всякой помощи Если ты веришь, что дойдешь до конца Тебя ждет миллион евро Хавьер Маркес? Да Финансовая инспекция Пожалуйста, откройте дверь Я вас сейчас принять не могу Вы не могли бы в другой раз зайти? Да, но я принес вам документы Я принять сейчас вас не в состоянии Хорошо У вас неделя на то, чтобы заполнить декларацию и принести ее нам Вы не просунете ее под дверь? Если хотите, можете заполнить прямо сейчас Вам не трудно на днях зайти? Ладно, так и быть Мы наконец-то вас нашли, так что спешить некуда До свидания Прощайте Раз, два, три и четыре Партия Дурацкая игра Знай себе, бросай кости, не думая Поэтому ты пять партий подряд проиграл А мы уже пять сыграли? Да Ну что, еще? Хотя бы для того, чтобы увидеть его прикошенную физиономию Давай Это он Приготовьтесь Помнишь название ресторана? Да, Маркис будет удивлен Вы позвонили на телевидение и развлечения Если вам нужен рекламный отдел, нажмите один Отдел кадров, нажмите два Производственный отдел, три Администрация, четыре Или дождитесь ответа оператора Производственный отдел Производственный отдел Привет, я мог бы поговорить с сеньором Горида? Кто его спрашивает? Хавьер Маркес Еще раз Хавьер Скажите ему, что я тот самый парень, который им в ресторане на выручку пришел Он был с Патрисией Руиз и своими друзьями Одну минуточку Я вас переключаю Хавьер Привет, Максим, а как дела? Как поживаешь, дружище? Рад тебя слышать У тебя не будет минутки? Говори, я слушаю Мне надо кое-что тебе рассказать Есть одно предложение Какое именно? Можно узнать? Предпочитаю приличные встречи Поверь, я займу у тебя не больше пяти минут Могу приехать Куда скажешь Если хочешь, давай где-нибудь в половине пятого выпьем по чашечке кофе Мы с компаньоном будем в ресторане «Ла Фаворита» Договорились? Отлично Тогда до встречи Пока Хорошо Счастливо Пока Маркес входит Послушай, Клара Вы решили вложить деньги в мотоспорт И поэтому вот уже два месяца тянете с подписанием контракта А вы что, нам не доверяете? Дело не в этом Речь о ликвидности Мы должны разобраться со спонсорами Нам нужны деньги прямо сейчас Хватит уже придуриваться Ты хочешь назвать меня дурой? Не помешал? Нет Привет, Хавьер Привет Привет Хавьер Маркес Клара Очень приятно Взаимно Если помешал Нет Уже ухожу Поговорим потом Мы еще не закончили Я предпочитаю уйти Немного остыть А потом мы продолжим Я так не могу Было очень приятно Взаимно Какая женщина Я даже не знаю Хотел кое-что вам сказать Мы можем сейчас поговорить? Да, да, да Ты уверен? Уверен Ну ладно У вас есть четыре участника Не хватает пятого Я хочу стать этим пятым А о чем ты, Хавьер? Это же не конкурс А настоящий ад Я все хорошо продумал Я умею охотиться Смогу выжить в любой ситуации Меня любят камеры Что скажете? Я должен участвовать в этой программе У нас проблема Сейчас появится Нориа Рока Повторяю, появилась Нориа Рока Смотри, Нориа пришла Здесь весь шоу-бизнес тусуется Это же Нориа Рока Вы с ней знакомы? Да Но у нас возникли разногласия И теперь натянутые отношения Да-да, довольно натянутые Похоже, нет никаких отношений Она на вас даже внимания не обратила Ты прав Это не просто разногласия Думаю, мне все-таки надо к ней подойти Попытаться разрулить ситуацию Смотри сам Да Извини Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все еще злится? Да ты что? Ты же знаешь, она прелесть Даже новый номер телефона оставила Так На чем мы остановились? В двух словах Я стану пятым участником Да или нет? Хавьер, я буду с тобой откровенен Тебе придется пройти очень строгий отбор Нам нужен всесторонне способный Подготовленный парень Очень... Тебе известно, что придется все бросить И исчезнуть на целый год Именно это мне и надо Единственное, что мы можем сделать Это устроить тебе кастинг Другими словами, порекомендовать Отлично Не волнуйтесь, все остальное я беру на себя Следующий Я 16-й 16-й, встань вон там Привет, меня зовут Хавьер Маркес Мне 38 лет Я готов к боям без правил и к выживанию Способен провести 365 дней в самых экстремальных условиях с такой же легкостью С какой вы идете в магазин или выпиваете стакан воды Я способен питаться насекомыми и растениями Тараканами, сверчками, гусеницами Я употреблял пищу, от которой стошнило бы стервятника Я лучше и докажу это Экстремальная схватка Да, это Максима Быстро включи 11-й канал Включил У нас есть все пять конкурсантов Пять мужчин, способных выжить в постоянной схватке с природой Пять мужчин, превосходящих способности своих организмов Прошедшие испытания болью, холодом и голодом Посмотри на них Они настоящие герои Я больше 12 лет профессионально охочусь в Зимбабве и Замбии Сплю в ненастье 8 месяцев в году Переболел малярией Охочусь на львов и крокодилов Привет, меня зовут Хавьер Маркес Мне 38 лет Я готов к боям без правил и к выживанию Способен провести 365 дней в году в самых экстремальных условиях Есть! Есть! Видел? Я поражен! Поражен! Господа, у миллиона уже есть хозяин Через два часа ты должен быть на площадке Мы запишем презентацию шоу И ты отправишься на место назначения Что мне взять с собой? Ничего, кроме паспорта Ждите меня Звук и камера готовы? Сейчас пойдет реклама, а потом ты с одним из участников Патрисия, Патрисия Руиз Ты меня помнишь? Конечно, Хавьер Поздравляю И вот я здесь А ты не из трусливых Хорошо, что не опоздал Идем, надо прикрепить микрофон До встречи Удачи Пока Спасибо Большое спасибо Прежде всего хочу объявить о начале нового конкурса Экстремальная схватка Миллион долларов или ничего В течение года вы будете наблюдать Как эти мужчины пытаются выжить Такого на телевидении еще не было А сейчас встречаем первого участника Бруно Торрес Бруно, прошу Добро пожаловать, Бруно Нервничаешь? Нет Бруно, сейчас ты должен выбрать пергамент с местом назначения Сделай правильный выбор, потому что в этом месте ты проведешь наихудший год в своей жизни Мария, пожалуйста Посмотрим Способность к выживанию Бруно Торрес должен будет доказать не где-нибудь, а в пустыне Гоби в Монголии Покажите нам видеозапись Пустыня Гоби один из самых негостеприимных уголков планеты Единственная доступная пища пауки и кустарники А когда повезет, то дикие козы, обитающие в этой зоне Тебя ждет хорошая диета Мне отлично известно Желаю удачи, Бруно Спасибо Можешь вернуться на свое место Ваши аплодисменты Второй из нашей пятерки – Хавьер Маркес Знаток боевых искусств и военной тактики Дамы и господа, это настоящий хищник Возьмем пергамент? Да, пожалуйста Аннабель, прошу Дамы и господа, Хавьеру Маркесу в ближайшие 365 дней придется выживать не где-нибудь, а в самом сердце амазонской сельвы Супер Прошу видео Тропический рай, где от влажности можно задохнуться и не спрятаться от туч москитов Отличное место, чтобы повстречаться со змеями всех цветов и размеров По ночам в лесах Амазонки царствует ягуар Но не надо бояться Говорят, что пираньи предпочитают фрукты и холодное мясо Удачи тебе, Хавьер Мы вышли с кадра Да, секунду Хавьер, идем со мной, продюсеры хотят с тобой поговорить Но я же все сделал правильно? Отлично, все было замечательно Энрике, подмени меня Нам же не придется все еще раз повторять? Нет, нет, сюда А что они сейчас сказали? Это же явная ошибка Да, но я без понятия Привет, Хавьер Привет Присядь Почему сказали, что участников четверо? Выпить хочешь? Нет, я хочу услышать, что происходит Главный спонсор программы отпал, вот что происходит Говорит, что его интересует исключительно мотоспорт А на остальные проекты не даст ни единого евро Надо сокращать расходы, придется одного участника убрать Но почему меня? Разве нельзя бросить жребий? Почему? Ты пришел последним, мы решили, что так будет справедливо Справедливо? Что это значит? Почему? Я все бросил, чтобы провести целый год здесь Все Нам не хватает средств Во всем виноват спонсор Спонсор? И сколько денег он должен был дать? Извини, но это тебя не касается Сколько? 400 тысяч евро 400 тысяч А если их кто-то внесет, я смогу участвовать? Это даже не обсуждается У меня есть нужная сумма Это невозможно У меня есть деньги? Ничего не получится Нельзя быть и продюсером, и конкурсантом в одном лице Если на канале об этом узнают, у нас ни одной программы больше не возьмут А кто узнает? Каким образом? Хавьер, они всегда все узнают Приходится соблюдать формальности, нотариально заверенные контракты и так далее Слушай Да я просто передаю вам деньги, об этом ни одна живая душа не узнает А когда вернусь, вы вернете мне мои деньги плюс призовые И все довольны? Вот и все А если программа провалится? А с чего она должна провалиться? Если в ней буду я Я туда поеду, выиграю свой миллион, а когда вернусь? Да какая разница, даже если я не выиграю миллион Для меня главная слава И даже если вместо четырехсот вы вернете мне триста тысяч Ничего страшного Я готов рискнуть Хавьер Поступай как знаешь Но лично я считаю это безумием Слушай Чего ты хочешь? Чтобы я перед тобой на колени встал? Начал умолять? Это моя жизнь, моя мечта Вы не можете выкинуть меня из этой программы Я на все пойду На все Мам, один из путешественников Не кричи, ему же надоели поклонники А можно автограф? Конечно Правда? Им очень нравится экстремальная схватка Я могу называть себя на ты? Не вопрос Если ты дашь автограф, они будут безумно счастливы Конечно Мы с нетерпением ждем выхода этой программы Хотя мой муж говорит, что вы сумасшедшие Да нет, мы не сумасшедшие Я бы сказал, в нас силен авантюрный дух И храбрость Отважиться на такое приключение В этом нет ничего особенного Мы просто хорошо физически подготовленные люди В этом нет сомнений Ладно, я пошел Приятно познакомиться Пока Я бы сказал Такова цена славы Здесь необходимая сумма 400 тысяч евро Вы позволите? Мерчи, открой, пожалуйста Добрый вечер Твой отец дома? Да, проходите Папа К тебе пришли Какие люди? Добрый вечер Как дела? Нормально Это вам Спасибо Как вам это удалось? Было не то, чтобы просто Но мы смогли его убедить Скользкий тип Пришлось надавить? Нет Он все вернул добровольно И могу вас уверить Вы теперь очень нескоро о нем услышите А это деньги подруг Мерседес Отдайте им сами А мы позаботимся Об остальных пострадавших Я вам очень признателен Поужинайте с нами Моя жена готовит потрясающий рис Нет Очень вкусно Палома Палома Приборы принеси Спасибо, но я только что ужинал Точно? Точно Тогда подождите минуточку Пожалуйста, не отказывайтесь хотя бы От этого Сигара Выкурите ее за мое здоровье Хорошо, сам не курю Но подарю другу Он будет доволен Большое спасибо Не за что Я вас провожу Палома? 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 Слышите Это ягуар Похоже, он голоден Знаете, что я сделаю С этим ягуаром? Я его убью В конечном счете Это всего лишь большая кошка В конечном счете Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok